всем привет сегодня 2 января мы сегодня гуляем по олимпийской набережной по красной дорожке недолго сегодня очень много дел поэтому прогулке уделим минимум внимания но естественно покажем как выглядит наша замечательная олимпийская набережная в этот светлый теплый второй день нового года один из самых узнаваемых сейчас объектов сочи уезжает от нас миллионами гигабайт раньше измеряли все фотоальбомами сколько пленок на фоткали на курорте сколько фотографий сделали и каждый уже старались сделать особенной потому что кадров то немного каждую какой-то вот душевной а сейчас телефон взял под аппарат взял щелк 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 не нравится удалил и уже даже не печатают все так быстро сообщениях скинули через пять минут новые но с одной стороны это хорошо с другой стороны исчезла вот это вот ну некая фото атмосфера когда ты действительно подходишь к фотографированию очень серьезно и чувствую себя настоящим творцом воятелем сейчас миллион фоточек все не понравились а а раньше ну уж если не понравилось все равно хранишь в альбоме потому что одна вот сколько сегодня людей 2 января на улице плюс 17 светофор забит все как в июле все как в июле августе выбор толпа толпа настоящая толпа но мы с вами сейчас на море погуляем выйдем на море немножко пройдемся и назад нет я ошибся в июле августе у нас такого не было посмотрите сколько людей посмотрите сколько людей набережная жила на время зимних каникул набережная жила пойдемте дойдем до водички сегодня достаточно тепло ветерочек естественно прохладный все-таки 2 января второй день нового 2021 года но люди загорают холода на загаре никак не влияет как сейчас модно говорить своя атмосфера ну да шикарно удивительно и шикарно и 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 Когда ещё начинать купание? 2 января 2021 года. Действительно чудесный день, но знаете что самое удивительное, вот такие дни атмосферные в Сочи, то что они у нас повторяются постоянно на протяжении всей зимы. Связано это с особенностями климата, например, Черное море не остывает меньше 6,5 градусов, это прям крайняя редкость, когда сюда доходят теплые или холодные воды, вытесняют теплую воду, поэтому даже зимой купаться достаточно комфортно. У нас знакомые есть в Рахангельске, как мы, они смеются, ну мы тоже купаемся, лёд ногой отпихиваем от берега и купаемся. В Сочи я лёд не видел никогда на море, за всю жизнь, где-то там на севере Черного моря, ну видимо лёд образуется, я так понимаю, но такие вот в протах может быть, где-то наледь, типа в Новороссийске, может быть в Крыму, не сталкивался. У нас в Сочи никогда не образуется лёд на реках, никогда не образуется лёд на море. Море сейчас к середине декабря остыло, температурный режим будет одинаковый на протяжении 2,5 месяцев. Январь, февраль и середина марта. В середине марта начнёт меняться температура моря, она начнёт медленно расти и в тот момент, когда в горах полностью растает весь снег и он перестанет в виде талой воды стекать в море, вдоль побережья вода резко нагреется. И достигнет комфортных 20-25, иногда 28-29 градусов. Но это будет конец августа, когда в море будет самая тёплая вода. Поэтому очень многие гости нашего города сильно удивляются, приехав к нам в июне, ну лето ж наступило 1 июня, да, всё, вода должна моментально изменить температуру. Приезжают к нам 1 июня и удивляются, что море достаточно холодное, да, оно и будет холодным, потому что снег в горах тает до 11-15 июня. Вот пока весь не растает, Мзымта, ну самая длинная река нашего побережья, одновременно самая длинная река Черномродского побережья России, впадающая в Чёрное море, вот до этого момента Мзымта будет нести холодную воду. Надо правда орнитологией заняться, а то вот чайки, а я даже рассказать вам не могу, я вижу, что их два вида, с чёрными ушками, ну либо это самцы и самочки, с чёрными ушками и без ушек. Надо почитать. Вот на орнитологию точно времени не хватает. Потом в конце августа, в начале сентября, достигнув пика, температура воровской воды начнет медленно снижаться. Происходить это будет весь сентябрь и октябрь, поэтому в сентябре и в октябре в Сочи очень комфортно. И в основном именно в это время купаются местные, ну во всяком случае тех, кого я знаю, потому что в это время заканчивается толкотня на пляжах, а вода достаточно тёплая для того, чтобы искупаться. Так называемый барахатный сезон. У нас в Сочи, в принципе, климатическое лето заканчивается в третьей декаде октября. Это самый длинный, самый длинный период лета на территории нашей страны. Представляете, да, 20 октября? Я вот честно, я был в конце августа в Мурманске, я был в шоке. У нас зимой иногда так, ну, у нас зимой намного комфортнее, чем в августе было в Мурманске. Холодрыга. Температура будет медленно опускаться в течение первых осенних месяцев, достигнув 15 градусов в конце октября. Потом она замирает на какое-то время. Это связано с тем, что у нас устанавливаются вот эти длинные теплые дни в ноябре. А потом падает еще на 10 градусов, ну, плюс-минус, до 6,5. И держится всю зиму. Вот как-то так температурный режим нашего Сочи. Я сам не климатолог, но так как я уже был в Сочи и много-много лет сам вижу, как у нас все повторяется, свидетельствую в пользу правды о климате нашего города, которую многочисленные ученые излагают в замечательных книгах, посвященных нашему городу. Фантастика. Смелые девчонки купаются. Вообще шикарно отдыхать вот так вот на пляже. Мы вчера видели в центре Сочи. Стоят маленькие палаточки. Индивидуальные палаточки. Индивидуальные палаточки. Там отдыхают люди. Потрясающие. А учитывая, что в основной период зимы колебания к температурам морской воды не происходят, что сейчас купаться, что 2 февраля будет одинаково. Температура воздуха, кстати, может даже не отличаться. Сегодня плюс 17. И во второй половине февраля у нас в Сочи тоже из-за притока теплого воздуха бывают дни, когда температура достигает даже 20 градусов тепла. Это, в общем-то, и объясняет, почему очень многие субтропические растения, которые, по идее, должны расти у нас великолепно, не растут у нас вовсе. Связано это как раз с тем, что из-за потепления многие растения просыпаются, а потом не выдерживают очередное понижение температуры. Так что даже не все субтропические растения могут у нас чувствовать себя комфортно. Фантастическая атмосфера царит сегодня на Олимпийской набережной. Это самая длинная набережная в нашем городе. Ее общая длина чуть-чуть больше 6 километров. Построена была в 2013 году и сдана в эксплуатацию первые дни Олимпиады. Только в те дни, когда здесь была Олимпиада, погулять по этой набережной могли только аккредитованные участники Олимпийских игр. Правда неважно в каком статусе. Но мы тогда канал не вели, а многочисленные фоточки, которые мы делали, к сожалению, не позволяют оценить масштабы строительства. Жаль, но вот бывает. Поэтому теперь отслеживаем все особенности нашего города. Новогодние каникулы, новогодние праздники, все вместе. Фантастика. На самом деле фантастика. Вот у меня тоже лучик так любит гулять здесь. Да. Спрыгивает просто обычно. На море же хочется. Кафешек очень много, соблазнов. Пицунские сосны последние здесь. Но будем надеяться на то, что озеленение этой территории будет происходить грамотно. В соавторстве с детским ботаническим садом. Поэтому многие вещи удастся сохранить, а может быть даже восстановить. Вот это было бы шикарно. Посмотрите, какие величественные деревья. Это же третичная флора. Они, конечно, медленно угасают, в принципе, на побережье. Потому что климат меняется. Но не так, чтобы вот там за десять лет. Нет. Столетиями. Ну, сегодня такой день. Здесь и бойкая торговля, и кафешки все работают, и айланд высочайший заметен. Вот эти вот пальмы мне нравятся. Их у нас много в Сочи. И одна пихта искусственная стоит на розах утр. Антенны сотовой связи. Я даже научную работу по ним писал. Да, да, да. Мы очень разносторонне образованная и увлеченная семья. О, мы сейчас с вами свернем на красную дорожку. Слушайте, ну я честно, я не в шоке. Нет, я не удивлен. Я поражен тем количеством людей, которые здесь сегодня гуляют. Вот сейчас повернем с вами на красную дорожку. Безумным спросом сегодня пользуются сервисы проката самокатов. Мы вчера в Сочи катались. И то нашли одну стоянку, где можно их быстро взять. Оп, дорогу перешли. Вообще чудесная погода. Город сегодня сбит. Вот если на эту девочку глянуть, сейчас фотку просто сделать. Подойти сейчас и сделать фотку. Ну это же август месяц. Но на улице действительно жарко. Фатиния. И эвкалипты в катках. Маленькие олеандры. Ой-ой-ой, неправильно подстригли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо вот так вот вырезать. А это сейчас боковые побеги пойдут. Ну, ради зелени да, но погибнут очень быстро. О, вот эта вот жимолость издалека видно. Цветет эффектно. Очень. Ну, сейчас все уже. Цветочков нет. Вот видите, листочки. Опознавательный признак жимолости. О, у нее есть одна почка, которая проснулась. Надо же. Шикарно. Азалия цветет. Азалия цветет, а камелия вот готовится к цветению. Пока только бутоны. Ну, сегодня только 2 января. Этому эвкалипту надо помогать. Они очень гибкие. В юном возрасте безумно гибкие растения. Да, вот здесь вот не хватает естественного озеленения. Потому что растения в катках, ну, так себе история. Все магазины сегодня открыты. Все мандарины в ящиках абхазские. Плотная стена лавровишни закрывает от нас детское учреждение. О, вот здесь вот что-то вылили. Под корневую систему. Скорее всего кипяток. Ладно, растения это растения. Вот, вот что самое интересное. Тысячи сочинцев и гостей города. Просто шикарно. Ну что, сколько там? Сегодня все специи, все чаи разойдутся. Вот это да! Вот это да! Арабские масляные духи. Я вот их видел как-то. В Сочи они тоже есть. Вот это новогодние каникулы. У меня дети сегодня тоже пойдут гулять сюда. Алена со своими подружками. А Лучик собирает большую команду. Они не только сюда пойдут, они еще в Сочи парк собираются. Там тоже сейчас безумное великолепие. Я ему сколько раз говорил, Лучик идешь куда-то, ну возьми с собой камеру, поснимай немножко. Какой там? Ой, какие вкусные запахи здесь. Он всегда спешит, всегда с мальчишками. Некогда. О, свободное место. Шашлычок от 110 до 300 рублей за 100 грамм. Ну ничего так цены. На первой береговой линии бесполезно искать что-то дешевле. О, дом великана. Выцветает наш великанчик. Ух ты, какое разнообразие тапочки. Проникаетесь, да? Духом сочинской зимы. Магазин аксессуаров. Рубль. Да, мы сюда придем много раз. Вот. И мы сюда придем еще много раз. О, честно. Ну уж на глаза не попадали. Сперва закрытый магазин. Все остальное естественно работает. Я прям чувствую, что я очень тепло оделся. Ух ты, какая канала. Сочки. Носкопская 22. Вот это да! Вот это да! Мы сегодня с Танюшкой работаем. О, даже на красной дорожке мандарины всего по 60 рублей. Абхазские мандарины. Кстати, вот из этих самое вкусное варенье получается. Они мелкие, поэтому их надо только один раз прокалывать и кипятком не больше, чем на 15 минут заливать. Но в банку их помещается больше, поэтому, ну, как бы, сама банка как подарок или там презент выглядит очень классно. Кабинки с караоке. Я восхищаюсь фантазией людей. Это начинала догадаться. Сделать в кабинке. Хочешь петь? Пой! Вот эти машинки самые классные. Мы тоже иногда их берем. Мы не все, что мы делаем в своем городе, мы выкладываем на свой канал. Стараемся не показывать друзей и знакомых. Стараемся не показывать личную жизнь. Ну, как стараемся. Подобных каналов много. Мы не считаем, что это на нашем канале. Возможно, там, для спонсоров мы когда-нибудь снимем отдельное видео о самой семье. О том, кто мы, как мы, где мы. Но это будет очень кратко и не и без деталей. Почему? Мы здесь живем. Мы здесь живем. Это вопрос и этичности, в том числе. Это наш родной город. Таксисты до ряда стоят. У меня сейчас знакомые пытались заказать такси. 7 минут ожидания. 7 минут. Ну, в смысле, это очень много. Пойдемте, пройдемся через зеленые локации. Вот. Ой, здесь у нас одна из моих самых любимых ботанических коллекций. Причем в общем доступе. Несмотря на наличие КПП, здесь может пройти любой. Пошлите на другую розу. Розы цветут. Ух ты. Не, ну мы вчера в Сочи гуляли, тоже видели много цветущих роз. Это нормально в Сочи, когда они цветут второй раз. Просто на третий раз уже не хватает ни энергии, ни климата. Смотрите, цветет магония. Мимоза маленькая готовится зацвести. Мрагоритки. Ну, для нас не весенние цветы. Так что можно смело сказать, весна наступила. Вот это я понимаю снеговичок. Но мы с вами находимся в Сочи, поэтому снеговичок у нас надувной. Ооо, цикос. Вон, видите? Вот он. Опа. Мальчик. Двудомное растение. Калистимончик. Вругмансия. Сильно удивиться, когда в конце месяца выпадет снег. Люцерна. Зеленая, зеленая. Вот единственное, не цветет. Сколько ягодок у можжевельника. Посмотрите, какие шикарные ягодки у можжевельника. У меня прадед умел готовить настойки. Я вот, к сожалению, не унаследовал это качество. Стал ботаником. Вот они, семена олеандра. Вот так вот их из лодочки ветер выдувает. Когда лодочка лопает. Мы лодочками их называем в смысле плоды. Вот. Вот они. Легкие-легкие семена разлетаются по воздуху. Берю чина. Мне показалось или ребенок ее срывал? Нет, не показалось. Спасибо большое. Ну все, выкинул. А ты иногда подходишь к родителям такой, ну типа хочется хорошее дело сделать там. Уважаемые родители, ваш ребенок только что там сорвал такую-то, такую-то ягоду. Она несъедобна. Не будешь пугать, типа она ядовита, вдруг он уже ее съел. Хорошо, что смертельно ядовитых растений у нас нет. Обычная реакция подзатыльник. Причем, ну физически подзатыльник ребенку, психологически мне. Че лезешь? Но все равно лезешь, это же дети. Вот если вот так сфоткать без людей в куртках и выложить куда-нибудь в соцсеть. Назовите месяц. Кто это сделал с фатинией? Жировики надо вот эти удалять. Они смотрятся неэффектно. Ну в общем. Надо заниматься, заниматься, заниматься. Здесь великолепные озеленители. Ладно, куда я лезу? Сами все знают, сами все сделают. Растрепали новозеландский лен, гляньте. Это сколько тысяч людей там пыталось с ним сфоткаться? Что делается? Ай, мама! Что делается на нашей площади перед Сочи парком? Новогодняя сказка, вот уж действительно. Вы видели, какое лицо было у девушки? Надо будет потом отмотать назад. Кстати, вот мы здесь еще не фоткались всей семьей. Но мы тут еще всей семьей не гуляли. Вообще, конечно, фантастика. Фантастика и погода, фантастика и климат, и сегодняшний день. Все фантастика. Так. Ну а мы? А мы дальше работать? Вы думаете, почему я здесь так часто все снимаю? Потому что работа близко. Вот она. Вот окно моего кабинета, тюльпанное дерево с сухими цветами, ну в смысле с плодами. С коробочками. Так, ладно, все. Всем пока.